Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня мы с вами будем делать вот такой элемент. Ну и, естественно, вот я сделала вот такую сережку. Ну, можно ее и вот в таком виде использовать, то есть из одного элемента. Но я вам покажу, какие изменения я делаю, и сделаем еще один такой элемент. Вы можете такой же элемент в комплект добавить на цепочку, и у вас получатся серьги с кулончиком. Я сейчас, перед тем, как показать, какие материалы я здесь собираю, использую, я хочу показать вам новый мастер-класс, какой у меня выходит на сайте Patreon. Это комплект вот таких сережек, вот такие серьги, и кулончик к этим серьгам. Вот такая работа. Я вам покажу, как я сделала вот такой бейлик-шарик, и как я делала вот это оплетение. Немножко, конечно, здесь есть вот где покрутиться, но я думаю, это стоит того, чтобы получить вот такое украшение. Итак, если вам интересно, как сделана эта работа, заходите на мой канал на сайте Patreon. Ссылочка будет под видео. А мы с вами переходим к нашей работе, к серьгам, вот к такому элементу. И я здесь вот собрала уже материалы, какие мне понадобятся. Это вот эти таблеточки 6 миллиметров. Они с двумя дырочками, как вот канди-бусина. Просто это плоская бусина, но имеет две дырочки. Вот я сейчас сделаю так, чтобы было видно вам хорошо. Вот так вот. Здесь две дырочки. Вот такие бусинки. Вот такие таблеточки. И 6 миллиметров эта бусинка. 6 миллиметров. 6 миллиметров. Нам для одного элемента, как вы уже, думаю, заметили, нужно 4 такие бусинки. Еще я взяла в одном цвете, но двух разных цветов, чешский бисер в 11 размере гранат и в 8 размере гранат. Вот такой вот цвет красивый, гранатовый. И еще я взяла тоха в 11 размере. Тоха. Тоха в 11 размере. Это те материалы, какие я буду использовать. Я уже приготовила иголочку с леской. И, пожалуй, мы начнем. Я буду набирать вот эти таблеточки, да, поочередно с тоха в 11 размере. И закрою их в колечко. Вот такая у нас... В принципе, это очень легкая работа. Ее сделать можно очень быстро. И я даже уверена, что прекрасно можно объединить с какими-то бусинами, сделав вот много таких элементов, и сделайте колье. Даже будет красиво выглядеть. Ну, это, опять-таки, выбор каждого из вас. Я вам показываю элемент, как он изготавливается, из чего он изготавливается, как его можно соединить в серьгах. Ну, а все остальное вы можете придумывать сами для себя. Это урок для тех, кто хочет пофантазировать немножко и что-то новое добавить к тому, что показываю я. Итак, я вот завязываю несколько узелочков, чтобы у меня все это прочненько было, не разъезжалось. И мы сейчас начнем дальше. Вот смотрите, да. Вот что у меня получилось. Вот такое колечко. И я теперь буду набирать вот две бисеринки 11-го чеха и захожу во вторую дырочку. То есть, ну, считайте, что вы вышли сейчас вот из этой бисеринки. То есть, вот таким образом, да. Снова набираю две бисеринки и захожу в следующую бисерину между таблеточками моими, да. Вот так. Возвращаюсь назад в первую бисеринку. Набираю еще одну и захожу в верхнюю дырочку. Вот так. Снова две бисеринки. Захожу в бисеринку между таблетками. Возвращаюсь в первую бисеринку. Подтянула хорошо. Набираю еще одну и захожу в верхнюю дырочку. Вот так. Продолжаю все эти действия по кругу. То есть, набираю две бисеринки. Захожу в бисеринку между таблетками. Возвращаюсь в первую бисеринку. Еще одну бисеринку набираю и захожу в верхнюю дырочку таблетки. И вот здесь мне остается одна бисеринка. Я ее набираю. Захожу в первую, но уже сверху вниз. И захожу в бисеринку между таблетками. Вот так. Теперь мы оформим центральную часть. Вот что у нас имеется на данный момент. Вот так. Я обрежу этот хвостик, чтобы он нам не мешал и не смущал. Вот так. И посмотрите. Ну, давайте вот, чтобы мне двигаться против часовой стрелки, мне так удобно, я вот так переверну. Набираю четыре бисеринки. Четыре одиннадцатого чеха. И захожу в следующую бисерину между таблетками. Возвращаюсь через две назад. Набираю две бисеринки. Захожу в следующую бисеринку между таблетками. Возвращаюсь через бисеринки, которые я только что набрала. И набираю еще две последние бисеринки для этого ряда. Захожу в бисеринку между таблетками. Вот так. Возвращаюсь через эти бисеринки. И две первые. Вот теперь они у нас соединены. Выхожу снова в бисеринку между таблетками. Набираю четыре бисеринки тоха одиннадцатого размера. Четыре. Захожу в следующую бисеринку между таблетками. Вот сейчас двигаемся между бисеринами таблеток. И захожу в одну, в одну назад. Набираю три бисеринки. Три. Захожу в следующую между таблетками. Возвращаюсь в последнюю бисеринку. Набираю три новых бисеринки. В следующую бисеринку между таблетками. И возвращаюсь в последнюю бисеринку. Мне осталось набрать две последние бисеринки. И захожу в первую бисеринку первого набора. Вот так. Пройду в бисеринку между таблетками. Возвращаюсь назад. И теперь пройду по внутреннему колечку. Какое у нас получилось. То есть по двум центральным бисеринкам буду проходить. Вот две, 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 две. Вот так. Пройду пару раз, чтобы вот у меня это колечко вот стало таким плотненьким. Не было таким кривым, да. И не разъезжались у меня эти краешки. По две бисеринки прохожу. Ну и квадратик у меня получится должен здесь так. Давайте вот еще дважды. Упс. Все время дергаю рукой край лески. Так. Ну я считаю достаточно. Вот так мы стянули здесь серединку. Вот. И выйдем сейчас вот таким образом. вот так выходим, как мы здесь проходили. Вот сделали, да. В центральную. И затем в первую. Вот так. Теперь мы набираем между вот этими крайними бисеринками три бисеринки одиннадцатого размера. Одна восьмого. Три одиннадцатого. Вот так. То есть семь бисерин набираем. И заходим в следующую крайнюю. Дальше вот здесь серединку заполняем одиннадцатый тоха. Три одиннадцатый чех. Одна восьмой чех. Три одиннадцатый чех. Заходим в следующую крайнюю. Вокруг таблеточки. Одиннадцатый тоха. Три одиннадцатый чех. Восьмой чех. Одиннадцатый чех. Три. И заходим в следующую крайнюю. Вокруг таблеточки. Одиннадцатый тоха. Как видите, здесь все очень просто. Так. И опять последний набор делаем. Три чеха одиннадцатого. Одна восьмерочка. И три одиннадцатый чех. Закрываем. Колечко над последней таблеточкой. И вот у нас последняя одиннадцатая тоха. Выйдем сейчас по всем, по начальному набору в центральную крупную бисерину. Делаем крестик на бисеринке из трех бисерин тоха. так. Закрыли. Набираем четыре тоха. Четыре тоха. выходим в тоха, какое вот набирали здесь во впадинке. Вот так. Снова четыре тоха. Заходим в центральную восьмерочку. Три. Сделали крестик. Четыре. Входим в тоха во впадинке. Снова четыре. Выходим в восьмерочку чеха. Делаем крестик на вершине. Четыре. Во впадинку. Делаем крестик на вершину. На вершину. Вот видите, как это оформляется. Все очень просто, легко, без всяких хитростей и мудростей. Но все-таки получается довольно-таки симпатично. Да? Вот так. Раз, два, три, четыре. Входим в впадинку. И последнее у нас сейчас, последний набор из четырех бисерин. Четыре бисеринки. Входим в центральную бисерину крупную. И сейчас мы пройдем по всем крайним бисеринкам. Вот так. Чтобы вот у нас, вот этот крестик, какой на вершине, чтобы он у нас не выделялся из одной линии, не болтался. Вот так. Будем проходить по всем бисериночкам. Вот так. Ну вот давайте мы здесь вот пока я еще дальше не прошла, да. Мы сейчас здесь сразу соединим с вот так, крестиком. С верхним элементом. Но опять-таки я сказала, что это кто захочет вот такую длинненькую сделать сережку, а можно ее вполне возможно и вот, чтобы одна у вас была вот такая, вот один такой элемент. Вот. Все. И я двигаюсь дальше, чтобы у меня по кругу все это было соединено. Так. Видите, у меня начинает выравниваться вот этот крестик, что я на вершине делала. Он уже не выскакивает как бы из общего ряда. Вот так все ровненько. Ну и мне остается, в принципе, вот только закрепить сейчас узелочками леску и спрятать ее в бисере. Моя работа будет завершена. вот иногда вот бывают такие моменты, когда вы, в принципе, намерены, да, в одном месте. Вот вышли из одной бисеринки и должны после этой бисеринки закрепить. А у вас леска вот проскакивает через бисерину. Нужно этого избегать, потому что после того, как вы завяжете узелок, ваша леска будет на бисерине лежать. И это будет не очень красиво. Ну все. Вот я закончила. И, на мой взгляд, вот все-таки вот такие выпуклые, они не очень хорошо смотрятся. Поэтому что я делаю? Я просто прижимаю так, чтобы вот они выровнялись. Вот таким образом. И становятся плоскими мои элементы. Для кулончика, конечно же, можно оставить, чтобы он был у вас выпуклый. То есть в одном элементе, если его использовать, то, конечно же, он будет неплохо смотреться и выпуклый. А для сережек я считаю, что все-таки лучше, чтобы вот так выглядели мои элементы. То есть немножечко вот более плоско. Даже центральная часть немножечко вогнутая. Итак, на этом я заканчиваю мой урок. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Если вам что-то непонятно, спрашивайте. Я вам отвечу на все ваши вопросы, если, конечно, буду знать ответ. И не забывайте, что параллельно канал у меня есть, где я делаю вот такие работы. И эти работы нигде больше не повторяются. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам творческих успехов, вдохновения. И всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова